Девушки отдыхают Искаженный помехами и слабым радиосигналом Женский голос отчаянно просил помощи у земли Что-то пошло не так Кислород в отсеке почти на исходе Обшивку лежат языки пламени До катастрофы оставались считанные секунды Что это? Неисправность двигателей? Ошибка в траектории? На этом запись обрывается Этот сигнал бедствия из космоса Был получен за два года до официального полета Первой женщины-космонавта 16 мая 1961 года Никаких официальных сообщений О катастрофах космических аппаратов В тот день не поступало Мария Громова Алексей Лидовский Шиборин Митков Костин Цветов Нефедов Кирюшин Всего 12 человек Уже полвека они значатся в неофициальных списках космонавтов Погибших в конце 50-х В начале 60-х годов Что это? Величайшая мистификация Или один из страшных секретов 20-го века? В начале 2007 года Итальянские радиолюбители Братья Кордилья Обнародовали данные своих радиоперехватов Сделанных на заре космической эры Больше всего везло именно Братьям-итальянцам Вся информация о якобы Сигналах бедствия Полученных из космоса О якобы Погибших космонавтов Которые переговаривались В последние минуты своей жизни с Землей Именно им удалось засечь Все началось 5 октября 1957 года В 17 часов 40 минут Братьям Кордилья первым на Западе Удалось поймать сигнал советского аппарата Спутник-1 Свою лабораторию они скопировали По фотографиям с пункта слежения Наса Кеннеди Братья в белых лабораторных халатах Склонились над самодельными приборами В те годы весь мир с напряжением Следил за космической гонкой Двух сверхдержав США и Советского Союза На фоне мощных станций слежения Успех двух радиолюбителей казался невероятным Начиная с 59-го года Они неожиданно приступили к переоборудованию своей лаборатории До этого у них была такая слабенькая любительская аппаратура Изначально эта любительская станция была собрана Из списанных армейских запчастей На американской военной базе их распродавали На вес по 10 центов за килограмм Из рассекреченных документов сегодня известны суммы Которые выделялись госбюджетами для пунктов наблюдения За первыми пусками ракет в Советском Союзе и США Британцы потратили на свою станцию 4,5 миллиона долларов Американские ВВС 15 миллионов Двум молодым итальянцам их станция обошлась всего в 30 долларов И она действительно ловила сигналы из космоса В 59-м году их деятельностью заинтересовались некие правительственные органы Ну либо итальянская разведка, может быть американская разведка Ну и выделила им определенный грант на проведение работ по прослушиванию эфира Предположительно разработки финансировало американское национальное агентство При посредничестве итальянских спецслужб Нам удалось найти запись интервью, сделанную итальянскими журналистами В начале 60-х годов рабочая деятельность Торо Берт И, соответственно, деятельность братьев Юдика Кордилья Долгое время находилась под вниманием нашего информационного центра Когда упомянутые братья Юдика Кордилья начали ловить сигналы советских спутников Мы, как служба контрразведки, решили немедленно вступить с ними в контакт Первое сообщение о гибели советского космонавта приходит именно из Италии В декабре 59-го года телеграфное агентство «Континенталь» Со ссылкой на некого высокопоставленного чешского коммуниста сообщает В Советском Союзе при совершении суборбитального полета погиб некто Алексей Лидовский Запуск якобы состоялся 1 ноября 1957 года За три дня до того, как на орбиту Земли было выведено первое живое существо Собака Лайка И среди физиологов, врачей, которые участвовали в работе по запуску животных Это в основном группа, возглавляемая Владимиром Ивановичем Ездовским Там были, безусловно, энтузиасты, об этом они говорили Которые предлагали себя в качестве испытателей для проверки возможности такого полета Сообщение из Италии Москва объявляет газетной уткой Но была одна странность Во время полета «Спутника-2» с лайкой на борту на землю Передавалась кардиограмма сердцебиения собаки Этот сигнал братьям Кордилья удалось перехватить и записать Значит, другим перехваченным сигналам из космоса тоже можно доверять В первые запуски ракет было вовлечено огромное число людей Казалось бы, утечка информации неизбежна Однако много ли мы знаем о космической гонке сегодня? Ведь всех, кто был на старте, связывает обет молчания В СССР умели хранить куда более страшные секреты, чем неудачный запуск ракеты Моя жена не знала, чем я занимаюсь, так сказать И никогда мы не говорили, да и никто из наших товарищей Поэтому, к сожалению, мы могли вести записи только находясь на работе У нас у каждого был секретный журнал Туда мы могли заносить По одной из версий, пропавшие космонавты Это группа летчиков-испытателей Первой ракетной техники Их отзывали из частей для выполнения особо важного задания советского правительства Под такую формулировку попадали многие эксперименты На которых стоял Гриф совершенно секретно Мы испытывали средства спасения экипажей летательных аппаратов Ну мы просто думали, вот их снаряжение, скафандры, все Потом система жизнебеспечения, снаряжение, там надо, там все прочее Вот, и парашютную систему испытывали Ну, для полета Потому что каждый год у нас росла авиация Условия работы летчиков росли Поэтому мы так и думали И даже и не предполагали о том, что это готовится к полету в космос Секретное подразделение, которое условно называли отрядом «Ноль» Было создано на базе НИИ авиационной и космической медицины Еще в июне 1953 года Испытания были строжайше засекречены В документах задача действительно обозначалась Как разработка вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности экипажей самолетов С большими скоростями и высотами Только немногие посвященные знали, что работа идет на космос Космическую программу в научном плане я пришел в 1955 году Когда начал работать, будучи офицером, врачом военно-воздушных сил Когда начал вести научную работу по изучению влияния ускорений На биологические объекты, на человека и живот О том, через что пришлось пройти космонавтам отряда номер 0 Можно судить по описаниям экспериментов Долгое время группу проводили в полной изоляции В герметичной камере площадью 12 квадратных метров Или болтались в открытом море в капсуле, имитирующей спускаемый аппарат Лично я в отделе отбора и подготовки космонавтов Отвечала за организацию, подготовку методик По изучению, как человек будет находиться в изолированном помещении Были эксперименты от 10 до 15 суток Потом с первым отрядом женщин 7 суток По некоторым данным, спецотряд состоял из 12 человек И пятеро от этих невероятных нагрузок скончались, не дожив до 40 лет Именно на этот период приходятся самые сенсационные сообщения О гибели неизвестных космонавтов до Гагаринской эпохи Братья Кордилья на своей любительской станции Один за другим перехватывают сигналы бедствия из космоса 1 февраля 1958 года по их сообщениям во время суборбитального полета погибает некто Сергей Шиборин Его фамилии нет в списках испытательного отряда Через год новое сообщение 1 января 1959 года на суборбите терпит бедствие еще один космонавт-призрак Андрей Митков Доказать, что этих полетов не было, до сих пор не удалось никому Эксперты не сомневаются, что в советской авиации служили летчики с такими фамилиями Но кто из них имел отношение к космосу, неизвестно В Советском Союзе в 50-е годы действительно рассматривался вопрос О возможности проведения пилотируемых суборбитальных полетов Первоначально, когда даже еще не было первого спутника И о космическом корабле «Восток» только могли мечтать Существовала некая программа, предусматривающая двухэтапное проникновение нас в космос А именно на первом этапе суборбитальный пилотируемый космический полет На втором этапе орбитальный космический полет Впервые о пилотируемых ракетах заговорили после окончания Второй мировой войны Сенсационные подробности открылись при изучении секретных архивов Третьего рейха Еще в 1940 году немцы начинают разрабатывать межконтинентальную баллистическую ракету Которая должна была поражать цели на территории США Ракета была снабжена герметичной кабиной Испытательный стенд проекта «Фау-3» располагался в Пенемюнде Именно там после победы над Германией работала группа советских ученых Это был 1945 год, когда я был начальником первого совместного советско-германского института По восстановлению немецкой ракетной техники Это было в Тюринге, в городе Блейхерлоде, рядом с Нандхаузеном, где был огромный подземный завод Согласно документам, немцы успели провести два запуска своей гигантской ракеты Первая взорвалась через несколько секунд после взлета Второй запуск якобы состоялся в январе 1945 года уже с пилотом До цели ракета не долетела, что с ней произошло неизвестно Предположительно, она затонула в водах Атлантического океана Сразу после капитуляции советской разведке была поставлена задача найти и привлечь к работе немецких специалистов по ракетной технике Но большинство из них во главе с доктором фон Брауном оказалось в западной зоне оккупации под контролем американцев Фон Брауна, конечно, они охраняли так, что никаких возможностей переманить его не было А вот его заместители по электронике и радиотехнике Замечательного специалиста Ельмута Гретрупа Мы все-таки перетащили на свою сторону Вскоре Москва принимает решение в принудительном порядке вывести немецких специалистов в Советский Союз Всего набралось 120 человек За один день их в спешном порядке грузят на поезд и вывозят из страны Следом в Россию отправляются детали ракет, оборудование и сохранившаяся документация Сталин подписал постановление 13 мая 1946 года В котором предписывают в конце 1946 года все это ликвидировать и на территории Германии никаких ракетных организаций не иметь Поэтому мы страшно спешили, чтобы к этому сроку успеть хоть что-то сделать Мы понимали, что нельзя под носом у американцев и у англичан восстанавливать ракеты, которыми немцы обстреливали Вондон За два года на секретной базе на острове Городомля В Новгородской области советским и немецким конструкторам удалось воссоздать один из проектов Гитлеровского оружия возмездия Фау-2 На базе которого предположительно и строится проект немецкой пилотируемой межконтинентальной ракеты 18 октября 1947 года впервые была пущена с территории Советского Союза С полигона, который именовался государственный центральный полигон ГЦП Первая баллистическая управляемая ракета дальнего действия Это была не наша отечественная ракета, а ракета Фау-2 Разработанная немцами, но собранная нами из остатков на территории Германии И привезенная в Советский Союз Всего через три года на вооружение был принят первый отечественный ракетный комплекс На базе собственной разработки ракеты Р-1 И здесь появляется основная версия о пропавших космонавтах Согласно этим данным, эти пилоты-призраки должны были обеспечить точное попадание головных частей ядерных ракет Системы наведения в то время были слишком несовершенны, чтобы без вмешательства человека доставить смертоносный груз к цели Ведь изначально советская ракетно-космическая программа имела военное назначение Ставились все время задачи В том числе мой второй полет был полностью на военной станции Ее называли «Алмаз-5», а это был «Алмаз-3» И эта станция была полностью предназначена для военных целей А гражданские вопросы, в том числе и съемки земли, и эксперименты там проводили с грибами И выращивание грибов и другие Это были прикрытием А главное, это были еще разведывательные задачи Но мог ли человек технически совершить полет в космос до Гагарина? Сегодня известно, что ракеты, способные выполнить такую задачу, появились в Советском Союзе уже в середине 50-х Например, гражданский аналог военного проекта «Р-5» с отделяемой головной частью Сегодня рассекречены основные данные этой ракеты, сравнимых с ракетоносителем американского проекта «Меркурий» Того самого, который позже вывел на суборбиту американских астронавтов Они совершили два суборбитальных пилотируемых космических полета Это уже после Юрия Гагарина И только потом перешли к орбитальным космическим полетам Вес «Меркурия» 1300 килограммов с максимальной высотой полета 190 километров Советская геофизическая ракета при том же весе поднималась на высоту полтысячи километров И была сделана на несколько лет раньше Но самое главное, в головной части этих ракет вполне хватало места для герметичного отсека Именно их использовали для эксперимента для суборбитальных полетов собак Человек вполне мог разместиться в этом отсеке Может, это и были те три призрака, якобы погибших при суборбитальных полетах Результаты неудачных экспериментов советской ракетной программы Надежно скрывала система самоуничтожения Например, аппарат с собаками «Пчелка и Мушка», запущенный 1 декабря 1960 года Был взорван, едва только отклонился от штатной траектории Предусматривалась установка на некоторых космических кораблях взрывчатых веществ Это отнюдь не средство бомбежки и не средство доставки атомных или каких-то там бомб На территорию вероятного противника Это были средства защиты возможного населения любой страны В том числе и нашей собственной В том случае, если предназначенный для спуска аппарат Спускаемый аппарат космического корабля По отказу тех или иных систем бортовых Не сможет совершить посадку в заданном районе Эти трое полетят первыми Первый полет – это пробный полет Это кадры научно-фантастического фильма «Дорога к звездам», снятого в 1957 году Даже в момент выхода на экран сюжет не казался таким фантастическим Западные газеты то и дело сообщают о неудачных запусках в Советском Союзе космических кораблей с человеком на борту Задолго до первого полета человека в космос Я видел такие ксерокопии Это в газете «Нью-Йорк Таймс», в каких-то других американских изданиях Но это были, как правило, либо кратенькие заметки о том, что по сообщениям из Москвы Такого-то числа в Советском Союзе была предпринята очередная попытка Но кроме коротких заметок были более весомые заявления пионер Ракетостроение Герман Оберт, который в свое время работал над созданием пилотируемой ракеты Фау-3 Неожиданно сообщает, что располагает данными о пилотируемом запуске Состоявшемся на полигоне Капустин-Яр в начале 1958 года Старт закончился гибелью пилота Так кто же стал первой жертвой космоса? Сегодня многих участников первых ракетных запусков уже нет в живых А в те времена даже само слово «ракета» не должно было фигурировать Ни в машинописных документах, ни даже произноситься вслух Его заменяли словом «изделие» За соблюдение табу следил секретный отдел номер один и особый отдел номер два Секретность была жуткая, жуткая Я помню одному парню девушка открытку прислала И поздравила с днем космонавтики Его долго-долго за это журили, мягко говоря Вообще вопрос стоял об отчислении его из команды Но вернемся в 1957 год И так на экраны выходит фильм «Дорога к звездам» Это фантастика А 27 августа 1957 года газеты публикуют сообщение ТАСС Об испытании межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 Проект Р-7 изначально создавался для доставки к цели атомной или водородной бомбы Еще на этапе проектирования решалась задача теплоизоляции головной части для защиты смертоносного груза или живого организма Непосредственно к этой программе я был подключен с 1959 года Будучи начальником клинико-физиологической лаборатории Центрального научно-исследовательского госпиталя военно-воздушных сил Куда и поступали космонавты для отбора медицинского Итальянские радиолюбители братья Кордилья отслеживают почти каждый запуск территории Советского Союза Причем деятельностью молодых итальянцев очень интересуются не только западные спецслужбы, но и Москва Особенно после того шума, который наделала в прессе их прослушка «Спутника-1» Единственный перехват сигнала советского спутника на Западе Слишком невероятное везение для простых радиолюбителей В 1959 году они неизвестно откуда получили деньги И смогли приобрести дорогостоящее современное оборудование Которое позволяло прослушивать эфир на большом расстоянии Фиксировать не только переговоры в звуковом диапазоне Но и получать какую-то телеметрическую информацию при ракетных пусках Например, с полигона Капустин-Яр Потом, по некоторым сведениям, они смогли даже и до Байконура дотянуться Это запись радиоперехвата, сделанного братьями Кордилья 4 февраля 1961 года По их утверждениям, в тот день они услышали в эфире, как на орбите умирает человек До полета Гагарина оставалось больше двух месяцев Как сегодня известно, из рассекреченных документов В тот день в Советском Союзе действительно состоялся ракетный запуск Это была первая попытка отправить к Венере космическую станцию Но из-за неполадок она осталась на околоземной орбите В сообщении ТАСС станцию назвали спутником Который по плану был выведен на орбиту Ни слова о полете о Венере не прозвучало Во всех рассекреченных сегодня документах Эта станция называется автоматической Но чей замирающий стук сердца Слышали тогда итальянские радиолюбители Очередному призраку на орбите дали имя Геннадий Михайлов В списках знаменитого звездного отряда такой человек не значится Из дневника руководителя первого отряда космонавтов Николая Каманина Мы упорно работаем над гарантированной посадкой космонавта С моей точки зрения мы даже излишне осторожны Полной гарантии успешного первого полета в космос не будет никогда А некоторая доля риска оправдывается величием задачи Когда я стал работать в отделе То отдел занимался уже разработкой катабутиного кресла Для пилотируемого полета человеком на корабле «Восток» Перед этим наш отдел занимался созданием герметичной кабины животных Для полета животных в катабутином кресле Животные в герметичных кабинах ракет летали задолго до знаменитой лайки Сегодня есть точные данные о 29 собачьих полетах на суборбиту Только 9 из них закончились трагически Причем ракеты поднимались на высоту от 100 до 473 километров В 2,5 раза выше, чем первые американские астронавты на Меркурии Причем эти полеты проводились с 51 по 60 год Именно в этот период в космосе предположительно исчезло как минимум 12 космонавтов-призраков По официальным данным все эксперименты с командой испытателей в это время проводились на Земле Круглосуточно мы дежурили Перед этим мы готовили космонавтов, кандидатов в космонавты Для выполнения методик То есть, ну, был такой методик, черно-красная таблица Где проверяли помехоустойчивость, внимание человека Были записи с полиэффектурной регистрацией всех физиологических параметров Костин, Цветов, Нефедов, Кирюшин Это фамилии космонавтов, пропавших в те годы По данным западных радиоперехватов, их похоронили в ходе неудачных суборбитальных полетов Однако поиск среди рассекреченных архивных документов дал неожиданный результат В 1997 году Виктор Костин, Владимир Цветов, Сергей Нефедов и Евгений Кирюшин Были удостоены звания Героев России за вклад в освоение космоса Эти четверо испытателей космической техники действительно существовали А Евгений Кирюшин, якобы погибший во время космического полета, жив и сегодня Слава Богу, из них никто не погиб Вот я еще раз повторюсь, ни Нефедов, ни Цветов Хотя каждый в своем роде выполнял уникальную работу Уникальная работа, она серьезная была Ведь на ощупь шли Непонятно было, до первого полета, после первого полета Непонятно было, что ожидает человека, покинувшего Землю По словам Евгения Кирюшина, никто из этой четверки не поднимался в космос Но подробности их работы до сих пор охраняются грифом секретно Мы не имели опыта в поведении организма человека в условиях невесомости Для нас были новыми характеристики ускорений, с которыми выводится на орбиту космический аппарат Мы не были знакомы с параметрами вибрации на корабле Были проблемы такие, как психология одиночества Которая была нова в этом смысле До сих пор считается, что набор в первый звездный отряд начался только в 1959 году От кандидатов требовалось рост до 170 сантиметров, вес до 70 килограммов Безупречное прошлое, чистая биография и крепкое здоровье При этом медики уже знали, что будущим космонавтам предстоит переносить экстремальные нагрузки У нас было 45 человек, пришла первая группа Из них отобрали 8 только И то нам сказали, что вы учтите Может быть вы прошли первый этап, но это еще ничего не значит Продолжайте летать И многие погорели у нас, особенно, когда поднимали на высоту 14-15 километров Без скафандра, с одними масками И вот даже был у нас один хороший парень, Армянин Казарян Он все выбирал, куда идти, в летчики-испытатели или космонавты А на высоте 14 километров началось у него скипание крови, азот пошел, и он потерял сознание По официальным данным до полета Гагарина в испытаниях систем жизнеобеспечения катапульт и скафандров Участвовали только Иваны Ивановичи Манекены, изготовленные по спецзаказу на заводе протезирования Они в точности имитировали тело и даже лицо человека Сергей Павлович, когда увидел, где-то в манекенах скафанд Говорит, ребята, все это хорошо, но из-за этим вдруг корабль приземлится не на нашей территории Значит, увидят там иностранные граждане неподвижное тело И поднимут шум, что вот Советский Союз опять там что-то натворил и кого-то там угробил Самое странное, что это замечание Сергей Королев сделал до запуска первого манекена Никто из иностранных граждан не мог прежде видеть неподвижных тел, выпадающих из головных отсеков ракет А спутать манекен с человеком было трудно Мы предложили заклеить лицо манекена широким лекопластырем, обычным медицинским Заклеили и опять Виктор Тигранович, который потом писал надпись СССР на шлеме Гагарина Сделал надпись с крупными буквами макет Однако завеса секретности, окружавшая советскую космическую программу, порождала огромное количество слухов Не только среди западных журналистов, но и среди советских граждан, ставших очевидцами приземления Нетрудно представить ситуацию, когда военные вытаскивают из корабля бездыханное тело этого Ивана Ивановича Забрасывают его в вертолет и в средствах массовой информации ничего об этом не сообщается Вполне естественно предположить, что любой такой невольный свидетель потом будет всем рассказывать Что видел неудачное приземление советского космического корабля и гибель космонавта Однако самой главной нестыковкой в официальной истории освоения космоса остается один факт Даже при успешном запуске Советский Союз заявлял о новом достижении только когда спутник или космический корабль уже находились на околоземной орбите Порой от запуска до появления сообщения ТАСС проходило больше суток При этом любительская станция наблюдения братьев Кордилья работала 24 часа в сутки И в Турине сигналы с орбиты перехватывали и записывали еще до официального сообщения Советского Союза Причем сигналы даже тех аппаратов, запуск которых держался в секрете Говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза Московское время 10 часов 2 минуты Передаем сообщение ТАСС о первом 15 мая 60-го года Советский Союз запускает на орбиту первый корабль-спутник В секретном постановлении правительства задачей проекта определялось как отработка конструкции автоматического спутника-разведчика А также спутника, предназначенного для полета человека Этот корабль-спутник предусматривал возможность размещения человека Первый запуск прошел неудачно Сбой в системе ориентации вместо того, чтобы вернуть корабль на Землю, вывел его на более высокую орбиту Была сложная обстановка 58-59-60-го годов По своей загрузке, по своей нагрузке Да если посмотреть календарь наших космических пусков этих лет Ох, как там часто это все повторялось И как часто все это било по нервам, по здоровью И создавало вообще большую напряженность Через два года после запуска советского корабля-спутника Агентство Рейтер распространяет сенсационные заявления полковника ВВС США Барни Олтфилда На борту якобы находился космонавт по фамилии Заводовский Который так и не смог вернуться на Землю США к тому времени уже располагали первыми вариантами спутников-шпионов Которые следили за территорией Советского Союза Не исключено, что они также могли перехватывать информацию с орбиты Заводовский не был призраком Его фотография вместе с группой летчиков-испытателей Появилась в октябре 59-го года на страницах журнала «Огонек» Но после сообщения о гибели на орбите Журналисты его не видели Только в 2005 году Женщина, которая назвалась его вдовой Заявила, что Геннадий Заводовский действительно работал испытателем В институте авиационной и космической медицины Ни разу не летал в космос и умер в 2002 году От дальнейших интервью она отказалась Ситуация странно напоминает отработанную схему стирания биографии Это фотография 61-го года Второй ряд в центре Георгий Нелюбов Вскоре он был отчислен из отряда и исчез в фотографии 18 февраля 66-го года Нелюбов погиб под колесами поезда Его имя до недавнего времени оставалось неизвестным Из официальной советской космической фотохроники Люди вообще исчезали довольно часто Как уверяют западные источники На этой фотографии исчез космонавт-дублер экипажа восхода Возможно, один из тех, чьи последние слова Перехватывали западные станции слежения Иначе откуда мог взяться человеческий голос на околоземной орбите? Борт Земля и Земля-борт Для этого нужна запись была сделана на магнитофон Естественно, поскольку другого голоса в этом борту там не было Чтобы не было никаких подозрений о том, что секретно выведен в космос человек И вот поэтому голос человеческий оттуда доносится Было принято решение сделать так, чтобы человеческий голос был Но чтобы никому в голову не пришло, что это действительно мог быть человек Записали просто на магнитофон одну из хоровых песен хора Пятницкого После исчезновения Заводовского газета «Карьера де ла Сера» делает новое сенсационное заявление По версии итальянских источников, 11 октября 60-го года При катастрофе орбитального корабля серии «Восток» погиб космонавт Долгов И здесь кроется самое невероятное Через два года советская пресса сообщает о гибели летчика-испытателя Петра Долгова Только по официальной версии полковник погиб 1 ноября 62-го года Во время прыжка с парашютом с высоты 28 километров Что это? Странное совпадение или операция прикрытия? По официальной версии Долгов погиб от разгерметизации во время парашютного прыжка из стратосферы Только сейчас нам удалось найти свидетеля, который запомнил совсем другую картину трагедии Они у нас специально и парашютную систему изготавливали Там трех или четырех каскадный ввод в действии Потому что там разлетится безвоздушное пространство А падение большой скоростью падает Вот если у Земли, вот мы спрыгали с стратосферы Значит, с 15 тысяч метров То скорость падения 160 метров в секунду Аэростат в тот день поднялся на высоту 25,5 километров Испытателей на борту было двое Петр Долгов и Евгений Андреев По плану предстояло проверить два варианта Прыжок прямо с аэростата с немедленным раскрытием купола И затяжной прыжок с катапульты Для чего катапульту поставили, мне до сих пор непонятно И это их как раз и привело к трагедии Когда Женя катапультировался То эту гондолу качнуло так И она там раскачивала ее Ну невесомость, можете себе представить Ну и Долгов ударила там Металлическую стойку Как раз этим скафандром И у него трещинка И он сразу погиб там же Ну там сначала писали, что вот он приземлился мертвым Ничего подобного Однако чем объяснить то, что итальянцы сообщили о гибели Долгова За два года до трагедии до сих пор неизвестно Слишком много необъяснимых совпадений стало происходить В последние годы перед полетом Гагарина В сентябре 60-го Никита Хрущев приезжает в Нью-Йорк на Ассамблею ООН По данным спецслужб, в багаже советского лидера была демонстрационная модель Пилотируемого космического корабля Он собирался с триумфом показать ее после получения сообщения об удачном запуске Эта утечка информации была кем-то санкционирована Журналистам намекали, что 27 сентября произойдет нечто потрясающее При этом американская разведка сообщала Советские корабли слежения заняли позиции в Атлантическом и Тихом океанах Эти данные подтверждает один из советских перебежчиков Данные радиоперехвата братьев-радиолюбителей из Италии Тоже показывают, в СССР готовился очередной запуск Мы старались получить все сведения о радиопрослушивании В отношении советских космических аппаратов Собранные в те годы данные оказались весьма важными Прежде всего, потому что как таковых агентств По вопросам космических полетов еще не существовало Все затаи дыхания ждут 27 сентября Однако ничего не происходит Никаких заявлений о запуске космического аппарата в СССР Через две недели советский лидер покидает Америку Всем запомнилось его скандальное выступление Показать Кузькину мать Но мало кто понимал, чем вызвана эта внезапная вспышка гнева Это уже наложило вполне определенный груз Стали понимать не только мы, но и руководители наши высокие О том, что космическая дорожка не только, понимаете ли, ковровая И не только парадная И далеко не каждое космическое событие может завершаться Какими-то приоритетными мировыми Вскоре западные газеты печатают сенсационное сообщение 27 сентября 60-го года во время неудачного запуска корабля-спутника В Советском Союзе погиб космонавт Иван Кочур За год до этого его фотографию печатал все тот же журнал «Огонек» Он тоже не был призраком По официальной версии работал испытателем в том же Институте космической медицины Что и Заводовский Но найти его следы после сообщения о гибели оказалось невозможным Из рассекреченных сегодня архивов известно 27 сентября 60-го года в Советском Союзе действительно планировался очередной запуск В космос должна была отправиться первая станция для изучения Марса Но произошла авария ракеты-носителя Никаких космонавтов на борту станции в документах не упомянуто Но ведь пока открыты далеко не все документы Например, о планах строительства в те годы космодрома на Кубе до сих пор известно немногое Получилось так, что, скажем, в 60-м году Еще до гагаринских событий Случилось так, что меня отправили в командировку на Кубу Расскажите, пожалуйста, об этой командировке Там ничего интересного не было Насколько нам известно, уже в 60-м году детально разрабатывалась возможность строительства на Кубе советского космодрома Запускать ракеты с экватора было экономически выгодно Короче, путь до орбиты Кроме того, здесь могла разместиться разведывательная радиолокационная станция Она позволяла получать информацию о пусках американских ракетоносителей В первую очередь с полигона на мысе Канаверал Однако после Карибского кризиса проект свернули После 62-го года, когда разразился ракетный кризис И его урегулировали путем взаимных уступок В общем-то, в нашем руководстве вообще этот вопрос закрыли Чтобы не нервировать американцев Потому что любой космодром Это возможность размещения на этих же стартовых позициях и боевых ракет А доказываю потом, в мирных это целях делается Или в военных никому не хотелось Самое удивительное, что в космической гонке двух сверхдержав СССР и США Даже ложные сообщения о запуске человека на орбиту работали против американцев Разведать что-нибудь о советской космической программе ЦРУ не удавалось Было ясно одно Какую бы цель ни ставили перед собой в НАСА, Советский Союз достигал ее первым Под этим психологическим давлением жили все От президента США до астронавтов Возможно, это была просто информационная игра против главного соперника Что касается политики Ну, политика, наверное, сыграла вполне определенную роль Поскольку уже известно в истории, что эти годы были гонкой за Луну И особенно после первых наших лунных успехов Если верить западным публикациям, гонку за вывод первого человека в космос США проиграли задолго до полета Юрия Гагарина В подтверждение этой версии говорит последняя фамилия в списке космонавтов-призраков 11 апреля 1961 года уважаемая газета Нью-Йорк Таймс на первой странице Печатает сенсационное сообщение своего московского корреспондента 7 апреля сын авиационного конструктора, летчик-испытатель Владимир Илюшин Совершил первый орбитальный полет на космическом корабле Россия Я видел еще фотокопию статьи, не помню какой, американская газета 61-го года Где очень много рассказывалось о якобы состоявшемся за несколько дней до полета Юрия Гагарина Старта космического корабля «Россия» с космонавтом Илюшином на борту Новость тут же облетела информационное агентство всего мира Москва, как всегда, выступила с опровержением Но этим заявлениям уже никто не верил История космического полета Илюшина обрастала подробностями Он был воспринят весьма серьезно на Западе И долгие годы даже в книге рекордов Гиннесса Первым космонавтом назывался не Юрий Гагарин, а Владимир Илюшин Сообщения о неизвестных полетах советских космонавтов продолжали появляться и после 12 апреля 61-го года Когда весь мир приветствовал первого человека, вернувшегося из космоса Многие сенсационные данные радиоперехватов Звуковая информация, имена, изображения и звуки до сих пор хранятся под грифом «Совершенно секретно» Возможно, история невероятной мистификации, в которую некоторые верят до сих пор, еще не окончена Ведь даже о том, что к полету Юрия Гагарина было заготовлено три варианта сообщения ТАСС, стало известно не так давно Первый вариант слышали миллионы Текста второго и третьего варианта на случай, если корабль не выйдет на орбиту или первый космонавт погибнет, не слышал никто Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин